Друзья, всем огромный привет! Хотелось бы не начать, как обычно, с позитивного и сказать, что мы идем с вами на рыбалку. Но, к сожалению, нет. Сегодня мы с вами идем не на рыбалку. Сегодня мы с вами идем спасать рыбу. Просто ужас. Это преступление экологическое. Судачков дохлых, вы бы знали только, друзья. Это ж мои места родные. Льда нет. Пловите, рыбки. Пловите. Короче, у нас есть в городской черте нерестилище. Называются они Муравьиные острова. И суть в том, что в связи с очень низким, очень низким уровнем воды эти Муравьиные острова перестали сообщаться непосредственно с Большой водой, с Куйбышевским водохранилищем. И образовалось такое озеро. И более того, образовались маленькие озерца, так сказать, где очень мелко, но где инстинктивно выращивается малек, потому что сюда заходит рыба крупная, откладывает икру и уходит. Ну, большая часть. Рыбалка, конечно, здесь есть. Рыбалка различная. И у меня много видео с рыбалок отсюда. И по осени я здесь карасика хорошо половил. Но мелкая плотва, уклейка остались и не могут выбраться. Из-за их плотности и маленького уровня воды они погибают, они задыхаются. И вот несколько дней уже рыбаки их спасают. Сегодня я хочу и я поучаствовать, вам показать, как это происходит. И может быть кому-то, хотя я сомневаюсь, станет стыдно. Сами рыбаки ее и спасают. Рыбаки, которые ловят, ее и спасают. Ну что ж, погнали. Сейчас по льду пройдусь. Так будет гораздо быстрее. И покажу вам всю ситуацию. Надеюсь, очень сильные морозы были. Надеюсь, что там все так досконально не прихватило. И мы еще успеем помочь. Ну вот, собственно, это место. Обычный уровень воды. Это вот, где начинается кустарник. А сейчас вы сами видите, каков он. В принципе, здесь эта часть уже давно замерзла. Потому что здесь уже появилась, ну как бы образовалась стоячая вода. И фактически это озеро. Ну а мы с вами сейчас пойдем вот за этот остров. Вот, что вот эти вот протоки. Там, если бы рыба хотя бы вот сюда смогла выйти, я думаю, это тоже было бы хорошо. Но она даже сюда не смогла выйти. Потому что там все пересохло. К сожалению, здесь рыба не клюет зимой. Хотя вот даем как бы перспективнее. Люди здесь встает. Но особо здесь нет. Клево. Не клюет рыбка. Ой, это он вообще здесь очень низкий, друзья. Вход в эти места с двух сторон. Вот с этой стороны, как вы видите, тоже все пересохло. И с другой стороны. Когда уровень высокий, здесь достаточно хорошо рыба гуляет. Вот, подхожу к этому месту, друзья. Вот оно, локальное такое озерцо. Блин, морозы сильные. Возможно, что все застыло. Посмотрим с вами. Рыбка есть еще. Здесь полыне. Вот она вся здесь. Тусуется бедняга. Вот она вся рыбка. Помирает уже много дохлой. Очень судачки. Что только нет. Вон она. Покрупнее. Посмотрите, сколько рыбы. Ё-моё. У меня шмурашки по коже. Ладно, начинаем. Начинаем спасать. Никого нет пока. На этом неважно. На свой вклад внесу. Прибился еще ближе. Все, приступим, друзья. Офигеть. 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 Кто тебе еще позаботится? Рыбаки только. Которые и ловят себя. Нормальные рыбаки, конечно. И карасики тут. Кого-то хани. Рыбы очень много. Сколько судачков дохлых. Вы бы знали только, друзья. Рыбалка, бля. Капец. Она уже даже не сопротивляется. Может, и чувствует. Никому не надо. Только рыбакам. Сейчас понесем. И вот он. Там закрыть все. Рыбе некуда деться. А тут очень мелко. Ладно. Погнали. Потащили. Тяжелая рыбушка. Найти бы максимальную дорогу. Чтоб, наверное, вот здесь хотели. Почти. Когда увидел. Все это дело. Я работал. Думаю. По-любому выберусь. Выходной день. Это ж мои места родные. Как не помочь. Рыбочи. Рыбехом-то. В этих местах. Сейчас немножко отдохну, друзья. Еще идти прилично. Волга, кстати, остывает. Сейчас покажу вам тоже. Блин, рыбка замерзает. Надо быстрее. Ну, тут в одном ведре я даже не знаю, сколько тысяч штук-то есть. Волга схватывается. Господи. Наконец-то. Схватывается Волга. В прошлом году уже гонял я в этом. В эти дате практически здесь, на море. А в этом уровень. Посмотрите. Вот где должен быть уровень. И вон он где. Позор. Немножко начинает схватываться. Туда-сюда. Овечка. Туда-сюда таскает. Сейчас надо. Пока. Льда нет. О, хорошо. Хорошо. Пошла хорошо. Хорошо, рыбка пошла. Отлично. Ну, тут ей простор. Простор. Вот так вот происходит первая схватка льда. Льдышки вот так вот, как каракатятся, идут. Рыбка уже вот здесь подо льдом. Давай, Волгоматушка, застывай уже. Пора тебе, родимая. Солнце светит. В такую погоду рыбачить, когда лед стоит, вот это самое кайф. Ветра нет. Просто шикарно. Ху, друзья. Пересел отдохнуть. Полетал на дроне. Кадры вы тоже видели. Чайку побить. Рыбы очень много, конечно. Сейчас должны еще люди подойти. По крайней мере, обещали. Но вчера было много людей. Так что спасли гораздо больше рыбы, чем я сегодня перетаскал. Как я говорил, где-то, наверное, в двух ведрах, вот в одной ходке. Ну, 700-то точно мальков. Тяжело это, конечно, я вам скажу. Но оно того стоит. Вот именно внутренние ощущения, вот этот кайф ты получаешь, что даешь жизнь беспомощному существу. Не знаю, написал в тольяттинских группах. Сос, помогайте. Может, кто откликнется, если админы разместят мой пост. Посмотрим. Отдыхаю пока. Ее сколько ни таскай, ее тут миллионы. Просто жесть. Как же она не ушла? Что это за попустительство такое со стороны? ГЭС. Это просто ужас. Это преступление экологическое. Даже тут вьюны и есть. Офигеть. Немного судачки и дохлые. Но эти вроде нормально себя чувствуют. Они, наверное, думаю, выживут. А вот бедняга сорога. А вот бедняга сорога. Р Tasso пишет лошадки. 3-4. 4-5. 4-й. 6-й. 6-й. хорошо друзья загнала немножко ледок ветерком кое-какое прибива скользко очередная . вы видите рыбки вы видите тут кислорода побольше всегда найдете сразу видите в воде в этой сразу ко дну прижалась уже наверх никто не стремится потому что кислородом богатая вода есть полудохлики конечно без этого никак же уже все вышли домой не знаю сколько ходок сделал 10 12 точно сделал сбился со счета хочу сказать огромное спасибо всем рыбакам которые были все эти дни здесь огромное спасибо за помощь за инициативу вы все супер и еще кто придет тоже вам огромное спасибо я уверен что сейчас люди еще придут очень много мелочи которые можно задохнуть выпускаем обратно в волгу скажи пару слов для народа на муравьиных залива пересопа практически выхода к рыбе нет вот 13 сейчас пропускаем я просто боюсь что вот эта тарь как бы она тут не передавилась сейчас посмотрим как она живет я думаю успеет ооо сколько тут моряков ниллионы наконец все разбегается а а Там осорожка, немножко укреки и там единичный подвечек Попробуем запустить емчик в природу О, окунишку видел, еще одного окунишка Пускай живет, пускай радуется Появи радость, красавица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok